Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем разбирать Евангелие от Иоанна, и с вами Протерей Кирилл Иванов на канале с Попом во всем. Начинаем третью главу из Евангелия от Иоанна. Мы поговорим о беседе Христа с Никодимом, который пришел к нему тайно ночью, один из князей фарисейских, иудейских. Поговорим о крещении. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, что это за Никодим, о нем сказано, что он один из начальников иудейских. В Евангелии от Иоанна о нем рассказывается, говорится, еще в нескольких местах. Одно место, когда совет в Синедрионе был о том, чтобы взять, схватить Иисуса. И помните, слуги вернулись, не схватив его, и сказали, что никогда человек так не говорил, как этот человек, то есть Христос. Ну и стали осуждать их и весь народ, стали осуждать первосвященники и старейшины. И вот Никодим говорит, разве наш закон судит человека, если сам его не услышит? А ему говорят, ты сам ли не из Галилеи? Испытай и увить, увишть, вишть. Якоб, пророк из Галилеи не приходит. Ну как бы разговаривать об этом смысла нет, вот такой ответ был. Че нам об этом разговаривать? Ты и сам из Галилеи, и он из Галилеи. А пророки из Галилеи не приходят, поэтому и слушать тебя не хотим. И другое место, в котором говорится о Никодиме, это уже после крестных страданий Христа, когда он вместе с Иосифом приходит помазать тело Христа. Купил литр сто мира, да, смешение алоинина. Вот из алоэ делалась смесь благоухающая, которой помазывалось тело покойника. Вот и вот Никодим купил дорогую смесь, чтобы помазать тело Христа. В день Жон Мироносец мы вспоминаем тоже и Никодима с Иосифом. Итак, он пришел к Иисусу ночью. Ночью пришел, потому что, как Христос в другом месте говорит, евангелист Иоанн точнее говорит, и из князей многие веровали в него, но тайно, страх ради иудейска. Боялись потерять свое место в синагоге или в синедрионе, поэтому тайно веровали в него, потому что больше возлюбили славу человеческую, чем славу Божию. Вот и Никодим здесь тоже приходит тайным образом, боясь. И говорит ему, рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Но если ты знаешь, что это учитель от Бога, то че ж ты тогда тайно к нему пришел, правильно? Если уж ты идешь к нему как к учителю от Бога, то иди к нему явно. Чего тут бояться-то? Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Вот эта мысль, собственно, еретическая. Он произнес сейчас ересь. То есть он произносит то, что Христос не своей силой творит, да, а силой кого-то другого, силой Бога. Вот, то есть это мысль еретическая, но Христос его не поправляет сразу, это мы сейчас увидим, потому что для начала ему нужно было уверить людей, что между ним и Отцом нет никакого противоречия, он не противен Богу. Он не противен Закону, он не противен Богу. И потом потихонечку, помаленечку он уже открывает, что он есть Христос. И в этой беседе тоже он как бы на это намекает таинственно. Сейчас мы это увидим. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть он говорит ему, что для того, чтобы ты познал, кто я, а мы с вами знаем, говорили об этом, что Царствие Божие – это не только место, но это и состояние. Состояние нашего созерцания Бога. Когда мы созерцаем Бога, когда мы созерцаем Христа, когда мы познаем Его, познаем Бога, вот это для нас Царствие Небесное. Бог-то вездесущий. И вот когда мы... Поэтому можно сказать, что каждый человек, в том числе и атеист, пребывает с Богом. Да без Бога мы даже руку поднять не смогли бы. Вот поэтому в каком-то смысле каждый человек с Богом, но нужно еще личное единение с Ним обрести. Лично открыть дверь Ему. В своем собственном сердце сделать что-то такое, чтобы сердце настроилось вот на эту чистоту божественную. Вот этот наш приемник, который есть у нас, в нашей душе, в нашем сердце, нужно настроить на божественную чистоту. Тогда он начнет принимать вот эти волны божественной, волны божественной благодати. Наш приемник начнет принимать. Так вот, Иисус Ему говорит, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть не может быть со мною. Не может войти в единение со мною, потому что именно соединение с Богом это и есть состояние Царства Небесного. Вот так нужно родиться. Родиться свыше. Ну и сейчас мы с вами поговорим о крещении. Сразу забегу вперед и скажу, что крещение это как раз таинство, в котором в нашей душе, ну не то чтобы появляется, наверное появляется не совсем правильно будет сказать, но начинает функционировать, получает возможность, так сказать, функционировать духовный орган. Орган, которым мы воспринимаем Бога, воспринимаем божественную благодать. Если в нас этот орган не работает, то мы и благодать, и Бога воспринимать не можем. Это ответ на вопрос, почему некрещеные не войдут в Царствие Небесное. Не потому что Бог жесток, не потому что Он хочет чьей-то погибели, не потому что Ему справка о крещении нужна, а просто потому что мы не сможем. Ну как может жить на земле человек, если он не родился? Если вы пойдете в роддом или женскую консультацию и сделаете аборт, а потом скажете, Бог жесток, потому что мой ребенок не живет. Потом осознаете, что вы натворили, да? И скажете, будете говорить, Бог жесток, потому что мой вот этот ребенок не живой. Так а кто его убил-то? Его убил-то не Бог? Его убили вы. Вы пошли, сделали аборт. Вы сами и виноваты. Точно так же и здесь. Если мы с вами себя абортируем из жизни вечной, если мы не примем крещение, если мы не возродимся к жизни вечной, если мы не сделаем все, чтобы вот этот духовный орган наш начал работать, духовные очи, если хотите, начали созерцать Бога, или духовный слух услышал Его, или духовное осязание ощутило Его, обняло Его, чтобы наша душа обняла Бога. Вот если этот орган, как бы мы его ни называли, не начнет работать, то в Царстве Божьем мы не окажемся. Но первый шаг, который мы должны сделать, для того, чтобы этот орган начал работать, начал функционировать, это крещение. Без этого жизнь духовная невозможна. Вот об этом говорит Христос. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, не может увидеть меня. Но он как бы так Никодиму говорит, и Никодим его понял. Он Никодиму говорит, если ты не будешь просвещен Духом Божественным, то ты так и останешься при своем земном мудровании обо мне. Вот ты сказал, что я учитель, и со мной Бог, поэтому я и творю чудеса. Но ты не рожден свыше. А если ты родишься свыше, то ты познаешь меня как Бога. И вот Никодим понимает, что Христос говорит о нем, и отвечает ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Как же ты сам спрашиваешь, как, если ты только что сказал, что ты учитель от Бога? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Видите, как насмешка такая получается, то есть плотское мудрование о духовных вещах. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Вот опять он не думает, как говорит, это может быть. А Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Какая связь между тем, что Христос сказал, духовные какие-то вещи, да, и тем, что он учитель Израилев? Почему он должен это знать? А он должен это знать, потому что в Ветхом Завете было очень много прообразов. И крещение, и вообще духовного рождения. Ну, крещение, например, прохождение евреев через Красное море. Это был прообраз крещения. Апостол Павел так это и объясняет в одном из своих посланий. Он говорит, все мы, ну, все отцы наши через море, в море, через море прошли и в Моисея и в облаке крестились. То есть он, переход евреев через Красное море считает прообразом крещения. Он говорит, все крестились в море и в облаке. Мы с вами говорили о том, что Моисей, когда в Ветхом Завете, может быть, и не так явно, если вот об этом не задуматься, не так явно это будет. Но вот если подумать, что Моисей сделал, то мы увидим, что он начертал крест. В одном из песнопений так и поется крест, начертав Моисей. Когда евреи стояли с таном около Красного моря и их уже настигали египтяне, Моисей проводит вертикальную линию, как бы направив жезл свой на море, вертикальная линия, и по этой линии море расступается вправо и влево. Сказал, а густеша волны одежную справа и слева, достались стеной справа и слева. И вот евреи идут по суху по дну моря. Есть, кстати, на эту тему замечательная шутка. Учительница рассказывает детям на уроке, что вот нет чудес, не бывает чудес, если вы можете, приведите чудо. И вот там Вовочка поднимает руку и говорит, чудо это то, как евреи прошли через Красное море, что волны воды стали справа и слева, и вот они по суху прошли. Ну и учительница говорит, но это не чудо, это естественный факт. Вот бывает такое, что там вот где-то в каком-то районе Красного моря дуют сильные ветры в определенное время года, и море становится таким мелким, что можно пройти по нему пешком вброд. Вот Вовочка подумал, опять тянет руку, говорит, я знаю тогда другое чудо. Какое? Говорит, в том месте, где воды было меньше, чем по колено, и можно было пройти как по суху, все войско фараонова потонуло. Вот, но это мы как бы пошутили. Вот, на самом деле мы знаем, что Господь здесь сотворил чудо. И вот, когда евреи перешли на другой берег Красного моря, Моисей проводит горизонтальную уже линию, повелевает водам сомкнуться, и все войско фараонова оказывается под водой. Это был прообраз крещения. А вот прообразы духовного рождения какие были в Ветхом Завете? Ну вот, например, рождение Исаака. Исаак родился не по естеству. Помните, Сара уже была старая. Во-первых, она была неплодная, раз она не могла родить. Она всю жизнь не могла родить, потому что она была бесплодной. Но кроме того, что она была бесплодной, она стала уже старой и не могла родить уже и по второй причине, по старости своей. И вот Исаак рождается, и его рождение, как говорит Иоанн Златоуст, находится как бы посередине, на границе плотского и духовного рождения. С одной стороны, он, конечно, родился по плоти, вот, от мужа и жены, от отца и матери своих, да, Авраама и Сары. Но с другой стороны, он родился духовно, потому что Господь повелел неплодной и уже замоторевшей в летах, как говорится, в Новом Завете, да, состарившейся утробе Сариной родить его. То есть, он родился явно по по велению Божию, по его воле, чудесным образом. Никодим должен был знать много таких чудесных примеров из Ветхого Завета. Вот поэтому Христос ему и говорит, ты ли учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. То есть, он говорит, как бы так, я еще много чего могу рассказать. Ты даже этого не понимаешь, ты называешь меня всего лишь учителем, с которым Бог, да? А я на самом деле не таков. Вот когда ты родишься свыше, то ты познаешь меня, каков я на самом деле, кто я. И я смогу тебе открыть гораздо больше, чем то, о чем мы сейчас с тобой говорим. Если я сказал вам о земном, вот очень интересные слова. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? О чем здесь идет речь? Речь здесь идет как раз об этом, о рождении Христа. О рождении Христа и о рождении нашим духовном рождении. Он говорит, что я вам говорю о земном, о вашем рождении, о нашем крещении, И он наше духовное рождение называет земным. Почему? С одной стороны, потому что наше духовное возрождение в Таинстве Крещения происходит на земле, а с другой стороны, хоть оно и от Духа происходит, Святаго, но по сравнению с тем, как родился Христос, это земные вещи. Почему? Потому что нас Дух Святой возрождает к жизни вечной по благодати, он нас усыновляет, и мы это сыновство можем потерять. Благодать можем потерять. А Христос родился не так, он родился не по благодати, он единственный родился по существу, по природе. То есть Бог от Бога, поэтому и мы родились от Бога. И Христос родился от Бога, но наше рождение с рождением Христа сравнивать совершенно нельзя. Как Бога с человеком нельзя сравнить, как пропасть между Богом и человеком, так и рождение Сына Божия от Бога отстоит, как небо и земля, даже дальше от нашего рождения к жизни вечной в Таинстве Крещения. Вот, поэтому он кротко, кротко обо всем этом говорит, когда неправильно о нем мудрствуют, но зато в делах своих он никакой кротости не проявляет. В каком смысле? Он со властью совершает свои дела, как Бог. Он четверодневному смердящему Лазарю говорит, Лазарь, тебе говорю, гряди вон. Он не говорит, отче, воскреси Лазаря. Я знал, что ты меня услышишь, но я ради людей сказал это. Лазарь, выходи вон. Девица, он говорит, девица, тебе говорю, восстани. Расслабленный, он говорит, возьми одар твой и ходи. Или прощаются тебе грехи твои. Не говорит, Господи, Отец мой небесный, прости ему или ей, блудницы, там, грехи. Говорит, вера твоя спасла тебя, прощаются тебе грехи. Иди в мире и больше не греши. То есть он делает это совластью. Фарисеи при этом думали, кто может прощать грехи, как только Бог. И они были правы. Никто не может прощать грехи, только Бог. И вот Христос, как Бог, грехи прощает. Он делает это без всякой кротости, делает это дерзновенно, как Бог, как и положено Богу, совластью. А в словах он очень кроток. Потому что, если бы он сразу начал о себе говорить высоко, люди бы не приняли его. Он стал человеком и притерпел крестную позорную смерть для того, чтобы нас возвести к себе. Если уж он так смирился и уничижился, то и здесь вот он на словах тоже уничижается и говорит о себе довольно кротко. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес сын человеческий, говорит он, сущий на небесах. То есть он уже показывает Никодиму, что я не просто пророк, не просто учитель и пророк. А никто не восходил на небо, как только сын человеческий, я. То есть ты меня даже не сравнивай с пророками. Я единственный, кто сошел с небес. Вот это тоже великий и яркий прообраз Господа нашего Иисуса Христа, крестных его страданий. Ибо как тогда в пустыне, когда змеи жалили евреев и они умирали, Моисей сделал воздвиг на древке, поднял змею в пустыне медного змея. И все, кто с верой на него смотрел, оставались живы, несмотря на укусы змей. Так и теперь все, кто верует в распятого и воскресшего Христа, остаются живыми, наследуют жизнь вечную. Как тогда змей кусал и змей исцелял, так и теперь смерть кусает человека, поражает человека, но смерть и исцеляет. Как там один змей, одни змеи были с ядом, а другой змей на кресте был без яда, но во всем подобен змею, да? Так и теперь смерть, которая нас поражает, это смерть следствия греха, А смерть Христова, которая нас искупляет от греха, которая нам дарует жизнь вечную, это смерть без греха, потому что он умер безгрешным. Он пострадал за нас. Так, ну, наверное, на этом закончим. Продолжим и беседу с Никодимом, и продолжим нашу беседу о крещении в следующий раз. С вами был Протерекий Лаванов, Санкт-Петербургская епархия. Храни вас всех Господь! Санкт-Петербургская епархия